Здравствуйте, дорогие друзья и зрители телеканала ТБН! С вами в программе пасторы Петр и Галина Беднюк, в программе «Твой лучший день». И сегодня мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, дорогие телезрители, что вы обратили внимание, отделили ваше время для того, чтобы послушать нас. И поэтому мы просто увещеваем вас и просим, чтобы вы прислушались, что скажет Господь вам сегодня и что вы хотите изменить в вашей жизни. Сегодня мы будем говорить на очень важную тему, поэтому прислушайтесь и будьте с нами, дорогие друзья. Дорогие друзья, тема «Божья любовь» — это настолько она захватывающая и волнующая сегодня человечество, что есть много мнений, есть много догадок, есть много предположений и заявлений, и пониманий, что такое же любовь. И, конечно же, когда мы обращаемся к Слову Божьему, Слово Божие проливает нам свет, что же есть, является настоящая любовь. Иоанн записал, что Бог есть любовь, и пребывающий в Боге пребывает в любви, и Бог в нем. Это так замечательно, это и есть наш фундамент, на котором мы можем строить нашу любовь. А на любви, мы знаем, созидается наша жизнь, наши семьи и наше общество. И мы должны уразуметь о том, что любовь является продуктом Бога в нашей жизни, потому что любовь есть плод Духа, плод Духа Божьего, пребывающего в нас. И так как мы стали причастниками Божьего естества, мы всегда должны обращать внимание, какое же естество меня наполняет, какая сущность во мне, что мной движет, что меня сподвигает на подвиг веры или на подвиг любви. Это именно присутствие Бога в нашей жизни. Дорогие друзья, если вы чувствуете, что у вас какой-то недостаток, где-то вы чувствуете, что это немощь, поэтому обращайтесь к Богу, обращайтесь к Богу. И мы будем читать сегодня эту чудесную главу, третью главу Ефесянам, которая настолько раскрывает и глубину, и широту, и тайну Божьей любви. И мы все хотим ее постигнуть, и вам она доступна, только она доступна нам через Дух Святой. Поэтому, как написано в 5 главе Римлянам, в 5 стихе, по-моему, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. И поэтому, если вы чувствуете вот этот недостаток, и вы обращаетесь к Богу, и вы поймите, что она и зальется к вам, она наполнит ваше сердце, и она потом прольется через вас к вашим близким. Дорогие друзья, любовь – это не просто чувство. Да, это включает в себя чувствование. Но на самом деле, любовь – это знание, это вера. И вы понимаете, Библия говорит, что апостол Павел говорит, «Я склоняю свои колени перед Отцом, перед которым именуется всякое Отечество на небесах и на земле». И он молится. В 3 главе Ефесяна мы читаем. «Да даст Бог вам по богатству славы своей, крепко утвердится Духом Его во внутреннем человеке, верою вселится в Христу сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову». Дорогие друзья, мы видим, что для того, чтобы познать эту Божью любовь, чтобы знать эту Божью любовь, чтобы переживать и чувствовать по-настоящему Божью любовь, мы должны обращаться к Отцу нашему, который готов нам открыть, который готов нам показать и благословить нас этой любовью. 19 стих конкретно говорит «уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову». И это место, как будто бы оно настолько противоречиво. Как можно уразуметь то, что превосходит разумение? Мы можем уразуметь только через Дух Божий, через откровение, сверхъестественное откровение. Поэтому, о чем мы говорили, если вы осознаете и просто чувствуете вот этот недостаток любви в ваших взаимоотношениях, в ваших отношениях, особенно в семье, которая должна быть просто этим источником любви, и местом, где просто любовь Божия, она переливается, переливается от одного человека к другому. И это тот Божий дизайн, тот Божий замысел, который Бог замыслил именно в отношениях семьи. Иметь вот эти, буквально, эту сокровищницу, где Божья любовь, она просто, как, можно сказать, как в сосуде. И она переливается из сосуда в сосуд и объединяет эти сосуды. Это такая тайна, которую мы постигаем, и больше и больше мы просто восхищаемся Божьим замыслом, этой Божьей премудростью, которую Он так чудно, так, можно сказать, деликатно все еще заваулировал, что мы познаем и познаем и познаем. И нам никогда не скучно, нам никогда не скучно даже вот познавать друг друга. Поэтому Бог настолько мудрый Бог, настолько любвеобильный Бог, настолько могущественный и великий Бог, что мы всю вечность будем вмещать Его премудрости. И семья – это одно из мест, где это, можно сказать, мы познаем через друг друга Бога, Божью любовь. Дорогие друзья, пишите, звоните нам, мы очень рады с вами общаться. Посылайте ваши молитвенные просьбы, мы будем молиться вместе с вами, чтобы Бог действительно благословил вас этой божественной любовью. И мне нравится вот это местописание, где мы прочитали, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви Божией. Оказывается, любовь может иметь в себе корень, и на самом деле она имеет этот корень, и этот корень, он должен быть утвержденным, укрепленным. Представьте, дерево или растение без корня, ну, такого не бывает. Но когда портится корень, тогда дерево или растение, оно погибает, оно падает, оно разрушается. Точно так в нашей жизни. Когда этот корень, он подсеченный, тогда любовь уходит. Поэтому Господь хочет, чтобы мы были укорененные и утвержденные в любви Божией. Да, и это место говорит о том, что, получается, и уразуметь превосходящую любовь Христову для чего? Дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Получается, любовь Христова стала нам доступна через жертву Иисуса Христа, стала доступна наше сердце. И мы понимаем, что эта любовь не наша любовь. И мы не должны ее искать в себе. Мы должны ее искать в этом, можно сказать, ресурсе, который приходит от нас к нам, от Бога. И когда мы приглашаем Иисуса Христа в свое сердце, вот там этот источник, он кажется внешним, но на самом деле он становится внутренним. Он был вне, но на самом деле он стал внутри. И вы черпаете вот уже в сердце своего. Потому что если любовь Божья излилась в сердце наше, и написано, что излилась уже, соответственно, это как уже прошедшее время, что она там есть. Нам надо просто научиться ее высвобождать, научиться убирать все преграды, которые препятствуют этой любви изливаться. И написано, что если вы будете поступать по плоти, то вы умрете. Но написано, нет, еще одно место, значит, исполняйтесь Духом Святым, и вы не будете исполнять вожделение плоти, значит, поступайте по Духу. Значит, если вы будете поступать по Духу, и мы должны учиться, вот этот момент, мы должны учиться, учиться поступать по Духу, чтобы мы не исполняли вожделение нашей плоти. Вожделение нашей плоти, они известны, мы знаем, мы еще возвратимся, я думаю, в последующей передаче о том, что блокирует, чем не является любовь. Мы знаем, что любовь – это праведность, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. И вот эти атрибютики – это любовь. Но мы должны понимать, что такое нелюбовь, и мы будем к этому возвращаться. И, дорогие друзья, я думаю, что возникли какие-то у вас вопросы о том, что вы хотите нам задать. Пожалуйста, дорогие друзья, звоните и пишите. И мы хотим отвечать вам на ваши вопросы, мы хотим, чтобы вы общались с нами, и мы могли высказать, может быть, рассуждать на ту тему, которая вас волнует. Верой вселиться в сердца ваши Христу, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Оказывается, чтобы эту любовь постигнуть и достичь, мы должны иметь этот корень. И именно этим корнем и является этот краеугольный камень, незыблемый, несокрушимый, драгоценный, испытанный краеугольный, крепко утвержденный. Это есть Иисус Господь. Как мы вначале читали, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И когда нарушается или этот корень теряет свою силу, любовь уходит. Точно в наших взаимоотношениях с семьей или с ближними, или с друзьями в обществе, когда у нас недостаток любви Божьей, мы теряем общение, мы разрываем это общение. Но Господь сегодня нас призывает, чтобы мы подражали Богу, Бог есть любовь. Написано, подражайте Богу и живите в любви. Да, интересно, это место написано, где подражайте Богу, как чадо возлюбленные. И я вам скажу, мы можем подражать Богу только тогда, когда мы понимаем, как Бог любит нас. И вот этот момент, именно знать, как Бог любит, и строить свои взаимоотношения уже не так, как меня любят супруг, или не так, как любят меня люди, а как меня любит Бог. И из вот этого источника тогда так легко любить, когда вот этот источник, он совершенно несокрушимый. Этот источник, который не иссякаемый. Понимаете, вот смысл в том, что все эти источники земные, они иссякаемые. Ваш муж может быть в плохом настроении, он вам не может не проявить любви, когда вы от него ожидали. Ваши близкие могли тоже к вам отреагировать. Несмотря на то, что Библия говорит, что мужья должны любить своих жен, как Христос Церковь. Но когда это не происходит, когда женщина имеет это укоренение, имеет этот корень в Боге, ей легче проходить эту ситуацию. Да, но мы смотрим о том, что получается, что мы хотим исполниться всею полнотой Божией. И мы ищем, чтобы исполниться всею полнотой Божией, надо постоянно понимать и осознавать, жить в этом полном осознании, что Бог меня любит, как чадо возлюбленные, как дети любимые. И когда дети растут в прекрасной семье и их любят, у них уже, можно сказать, гарантирован успех во взаимоотношениях, потому что они знают это отношение. Они знают, уже эта среда для них привычная. И другая среда для них, она чужда. Соответственно, дорогие друзья, ищите Бога. Ищите Бога и познавайте, как Он возлюбил вас. И когда вы читаете Библию, она полна этих прекрасных обетований о том, что любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение. Бог простирает свое благоволение не потому, что ты был хороший, не потому, что ты обратился к Нему, а просто потому, что Бог есть любовь. Это Его сущность любить. И смотрите, и я хочу исполниться вот этой всею полнотой Божией. И вот это всею полнотой Божией мы можем исполниться только через любовь. И именно любовь и есть вот эта вся полнота Божия. И псалмопевец Давид и другие авторы псалма говорят, что «Возлюблю Господа моего, потому что Господь есть моя сила, моя крепость и мудрость». Дорогие друзья, и также Господь говорит сегодня нам, чтобы Он предлагает, Он не заставляет нас любить. Почему? Потому что Он есть любовь, любовь никогда не требует. Он ожидает ответной реакции, потому что любовь, когда приходит в нашу жизнь, мы не можем по-другому реагировать. Да, мы можем по-другому, но лучше избрать, ответить на любовь. Поэтому, когда мы отвечаем на Божью любовь, Божья любовь приходит в нашу жизнь, мы ее принимаем, мы ей наполняемся, мы ей исцеляемся, мы дарим эту любовь для других людей. Это естественные принципы. Точно так, как мы посадили дерево, грушу, мы обязательно будем собирать груши. Плод будет того дерева, который ты посадил. И когда вы ходите в любви, поступаете по любви с вашими близкими, они обязательно откликнутся любовью. Понимаете, есть такие принципы, которые Бог просто насадил, Бог просто, можно сказать, утвердил, да. Что принципы, и сказал, что принципы сения и жатвы не прекратятся, пока сия земля не прекратится. Поэтому мы будем смотреть на Бога и брать Его примеры. И просто вот это дерево, которое укорененное, это дерево, укорененное в любви, оно принесет любовь. Оно обязательно принесет любовь. И, дорогие друзья, пожалуйста, не требуйте, не требуйте, любовь не требует, любовь отдает. И вы увидите эту добровольную отдачу, потому что точно так, это так, как Бог заповедал. И Он никогда не хочет насильственного подчинения, насильственной любви, потому что это уже не является любовь. И это уже в какой-то степени даже оскорбительно, особенно для нашего Бога. Поэтому откройте Ему сердца и отдайте Ему добровольно. И когда вы чувствуете, что у вас нехватка, нехватка этой любви, обратитесь к Нему, и от Него вы как раз и получите. И вот мы будем продолжать ту же главу из 20 стиха. Интересно, мне как-то это место до такой степени, вот, можно сказать, обратила внимание и думаю, ну, что-то тут не то, какая-то конфликтная ситуация, да? Смотри, вот это место, да? 20 стих, 3 глава Ефесянам. Написано, а тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше, о чем мы просим или о чем мы помышляем. И этот стих, я думаю, сколько раз мы молились, да? Сколько раз мы у Бога просим какие-то вещи, в каких-то ситуациях, просим защиты, может быть, изменить нашего супруга или что-то, или в чем-то нам мы имеем нужду, потребность какую-то. И мы видим, что Бог не восполняет нашей нужды. И это место, я не понимала, думаю, как-то... Библия всегда права. Что-то у нас неправильное с мышлением. И когда... да. Видите, предыдущие стихи говорят нам о том, о чем мы уже говорили. Чтобы Бог мог действовать, как и здесь написано, о том, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше. О каком действии именно? О каком действии? Это о действии Божьей любви. И чтобы это действие Божьей любви могло в нас проявляться в нашей жизни. Потому что любовью созидается, любовью спасается. Мы спасаемся и мы созидаемся. Потому что без любви мы ни на что не способны. И здесь говорится перед этим, чтобы познать, чтобы Бог действовал в этой любви, этой любовью через нас, нам нужно уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. А чтобы нам уразуметь эту любовь, нам нужно действительно углубиться в Священное Писание, чтобы мы могли постигнуть, мы должны найти этот корень, кто является корнем и основанием этой божественной любви. И Павел здесь и говорит, чтобы вам утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. В веру и вселиться Христу в сердце ваше, дабы вы укорененные только в Иисусе Христе. Мы можем быть укорененные в Божьей любви. Мы можем черпать эту Божью любовь и тогда позволить этой Божьей любви действовать через нас. Дорогие друзья, пишите, звоните нам, посылайте ваши молитвенные просьбы. Мы очень рады будем вам ответить и общаться с вами и молиться за ваши нужды. Бог благословит вас. Смотрите, что получается. Вот когда мы читаем весь этот стишок, мы должны принимать его как весь стишок. Тут даже, получается, нет запятой. Обратите внимание. Именно о том, кто действует в нас силою, может. Получается, если он не действует в нас силою, значит, он не может. Вот мы конкретно должны понимать, что вот это условие. Тому, кто действует в нас силою любви, он может сделать несравненно больше того, о чем ты просишь или о чем помышляешь. А если это силою любви, которая не действует в нас, которая не протекает через нас, через нашу жизнь, которая не проявляется в наших действиях, может ли он сделать? Не может. Он даже не может сделать того, что ты просишь, не говоря уже того, о чем больше. Соответственно, если мы будем ходить в любви и учиться высвобождать эту любовь, этот плод духа через нашу жизнь, мы увидим вот это прекрасное дерево, которое настолько плодовитое, оно будет приносить настолько много плода, больше, чем мы рассчитываем, больше, чем мы способны себе представить, больше, чем, о чем мы можем помышлять. Конкретно говорит, больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. И нам кажется, что мы уже столько себе напомышляли, что мы уже настолько мечтатели, что мы представляем и хотим много благословений, мы хотим иметь хорошие взаимоотношения. взаимоотношения, я вам скажу, на самом деле, я вижу сейчас, какие взаимоотношения в нашей семье, это больше, чем о чем я мечтала, это больше, чем я видела и представляла, что это возможно. Тогда, когда мы сделали решение ходить в любви, и во что бы это ни стало, что бы это нам ни стоило, мы будем покоряться Богу, мы будем покоряться Божьим принципам, и я вам скажу, стоит. И мы увидели, что этот стих действительно работает, мы можем, наша жизнь, наша семья, наши дети могут засвидетельствовать, не только мы, наши друзья, которые видят нашу жизнь постоянно, они могут засвидетельствовать, что вот этот стих, он работает в нашей жизни. Почему? Есть еще над чем расти, вы скажете. Я не могу даже представить себе, что Бог приготовил для нас еще больше, потому что то, что мы имеем, это уже так много, и мы так благодарны Богу за то, что он верный Бог, он верный своим обетованиям, и поэтому мы говорим о тому, потому слава в церкви, тому, именно тому, кто это делает, тому, кто в нас действует, тому, кто это завершает эти процессы, в которых мы нуждаемся, это преображение нашего характера, наших мыслей, именно Бог преображает, помогает нам преобразовать, когда мы подкоряемся Ему, когда мы над этим рассуждаем, когда мы доверяем Ему, смотрите, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века, аминь, чудесное место. Пожалуйста, дорогие друзья, у вас возникли какие-то вопросы, звоните и пишите, мы хотим общаться, и особенно это место, которое, может быть, вас затронуло, можете его провозглашать, но поймите, оно условно. Здесь очень прекрасная взаимосвязь. Мы видим взаимосвязь веры с любовью. И в другом месте мы читаем, чтобы вера наша была действующая любовью. Разве недостаточно веры? Иногда мы можем читать, мы читаем в Священном Писании только веру, и это очень правильно, но Господь рассчитывает, что мы подключим еще Божью любовь, и наша вера, она будет действовать с любовью. Вера, действующая любовью. Это мы приходим к тому совершенству. Писание говорит, что верой, если ты можешь даже горе переставлять, имеешь такую веру, что можешь и горе переставлять, иногда люди, мы можем удивлять друг друга, как и Бог вроде работает через нас. Но Писание говорит, что если нет любви, то это ничто. Поэтому настолько важно иметь эту божественную любовь, иметь этот корень божественной любви, верою вселиться Христу в сердца ваши, дабы вы укоренились в этой Божьей любви и познали ее долготу, широту, глубину и высоту. И тогда мы способны будем уразуметь превосходящую наше разумение, любовь к Христову. И потом, тому, кто действующий в нас силою, он может сделать несравненно большее, о чем мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. И что интересно, что Библия говорит о том, что без веры Богу угодить невозможно. Соответственно, получается, мы уразумели, что вера движется любовью. Другими словами, что чтобы вера двигалась, это как машина, чтобы двигалась, надо заполнить ее бензином, соответственно, заполнить любовью. Чтоб наша вера нас двигала, двигала на подвиг веры, двигала на подвиг любви, двигала на подвиг угождения Богу. Представляете, без веры угодить Богу невозможно. И представляете, если мы живем и не угодили Богу, какая наша жизнь? Я знаю, это страшно. Столько людей, которые живут, и они знают, что они не угодили Богу, потому что они не живут в вере, а они не понимают, откуда нехватка веры. Почему у них, кажется, их источник, он сухой? А потому что они не позволили Божьей любви протечь через них. И когда ты любишь Бога и сознаешь, как Он любит тебя, то невозможно Ему не доверять, невозможно не верить Его слову, которое… Это точно так, как жить с мужем, которого ты любишь, и постоянно его подозревать. Вот то же самое, это, получается, верующие люди, которые живут в завете с Богом, его подозревают. Мы это не видим, как подозревают, но недоверие, и есть подозрения. И это равносильно, что вот как некоторые женщины мы видим, нам часто приходится консультировать женщин в проблемах. И, знаете, такие подозрения, и для меня это просто настолько чуждо, я не представляю, как можно жить с человеком, и постоянно его подозревать, что он неверный в отношениях, постоянно подозревать, что он не будет там с ней или ее бросит. Вы представляете, это равносильно, мы вот точно так подозреваем Бога, когда мы читаем его обетование, и он сказал нам, что я не оставлю, не покину, что я тебя люблю. Что получается? Что мы подозреваем Бога, как будто бы постоянно такое, что он предатель какой-то, что он не будет верный. Это очень серьезные вещи, дорогие друзья. Верить Богу обязательно вера будет вытекать из глубокой любви, из серьезных отношений с Богом. И, дорогие друзья, сейчас у вас возникли вопросы. Звоните и пишите. Мы хотим вам отвечать на вопросы. Мы хотим постоянно вот этого общения, которое... И мы действительно будем делать передачу, в которой мы конкретно будем отвечать на вопросы. Мы сейчас проходим эту тему, и это очень глубокая тема, которая уже отвечает на многие ваши вопросы, которые вы задаете нам. Но мы конкретно будем отдавать время отвечать вам на ваши вопросы. Поэтому мы ждем ваших звонков, дорогие друзья. И мы говорили о том, чтобы мы были укорененные в любви. И я вспомнил то, что корень, он всегда питается влагой, питается водой. И Иисус, есть та вода живая, он говорит, кто жаждет, приходи ко мне и пей. Дорогие друзья, даже будучи мы уже укорененные и утвержденные в этой любви, это еще как бы не остановка. Корни, они должны еще питаться этой водой, этой влагой, этими минералами. Поэтому нам вновь и вновь нужно исполняться Духом Святым, пребывать в этой Божьей любви, обновлять свои взаимоотношения, как и Господь на каждый день нам напоминает. Слушай, Израиль, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, всей крепостью твоей. То есть мы снова идем к этому источнику, к этому водоему, где наши корни могут питаться, и наша любовь, она воскресает, она обновляется. Точно как растение без воды, оно увядает, точно так и в нашей жизни. Если мы не питаемся, если мы к этой живительной воде не приходим, наши корни не получают этой влаги, этой воды, наша любовь, она увядает, засыхает. Поэтому, дорогие друзья, есть источник воды живой. И мы сейчас будем молиться за вас, дорогие друзья, потому что так необходимо, что мы уже из наших бесед, мы осознали, что мы нуждаемся в этом источнике. И оборотим сердца наши сейчас нашему Господу, нашему Спасителю Иисусу Христу, который прольется своей любовью через вас. И мы сейчас обращаемся к нашему Спасителю. О, дорогой Отец Небесный, мы просим Тебя, мы имеем доступ к Твоей благодати, мы имеем доступ к этому источнику жизни через нашего Спасителя Иисуса Христа. И поэтому мы сейчас просто приходим к этому трону благодати, трону любви, от которого мы получаем помощь, от которого мы получаем жизнь, от которого мы получаем любовь. И, Господь, я прошу Тебя, пусть эта молитва апостола Павла, она сегодня звучит в сердце каждого человека, чтобы каждый мог постигнуть и разуметь эту превосходящую разумение и любовь к Христову и исполнить со всей полнотой Божьей. Для того, чтобы все наши нужды были услышаны, для того, чтобы все, что нас беспокоит еще, оно было решено. Потому что, Господь, мы позволим Твоей любви протечь через нас. Мы позволим этой любви исцелить те взаимоотношения, и те раны, которые нас беспокоили, которые угнетали нас, и те взаимоотношения, которые будут просто расцветать, расцветать в присутствии славы Твоей. Дорогой Господь, мы ждем Тебя, мы ждем Твоего присутствия, мы ждем Твоей славы, мы ждем Твоей любви. Аминь. Дорогие друзья, звоните, пишите нам, направляйте ваши молитвенные просьбы. Мы очень рады будем общаться с вами, ответить вам на ваши вопросы и просто молиться с вами. И верьте, что Господь, Он услышит вас, ответит вам и благословит. Шалом! Шалом! Редактор субтитров А.Семкин